И ты повели сынам Израиля, и они доставят тебе чистое оливковое масло, выжатое из маслин, для освещения, чтобы зажигать светильник, горящий постоянно. Ну, оливковое масло – это свет хухма, свет жизни. Это долгий путь, как его добывать, как его делать. Мы знаем, что то же самое в войне Маккабим с греками, там тоже оливковое масло, нашли кувшинчик, один всего лишь, который горел 7 дней, вместо того, чтобы его только на сутки хватило, как бы чудо Хануки и так далее. То есть оливковое масло, оно олицетворяет собой всегда свет. И это могут только сыны Израиля. И ты повели сынам Израиля, и они доставят тебе чистое оливковое масло. То есть это могут достичь только сыны Израиля. Да, но не просто это оливковое масло, это такое, которое именно должно гореть в храме. И светильник должен гореть постоянно. А сейчас горят светильники вообще? Горит светильник сейчас где-нибудь? Я не знаю. А зачем? Сейчас нет необходимости. Что такого? Взять поджечь какой-то факел? Имеется в виду, что ты должен постоянно быть озаренным высшим светом. Вот это мне важно было от вас услышать. То есть светильник в тебе? Да, это и значит, что я устремлен, Исраиль, прямо к Творцу. И поэтому в моем истреблении к Творцу я делаю из себя светильник, то есть из своих желаний. Они все становятся подобными этому свету хухма, свету мудрости, который облачается в свет милосердия. Если у меня есть милосердие к другим, тогда я через них получаю от Творца свет жизни. А у сынов Израиля есть милосердие к другим, да? Тогда он называется сын Израиля. Тогда он называется сын Израиля. То есть все так вдруг замыкается, становится понятно. Светильник в тебе, горит в том случае, если ты сын Израиля. На самом деле все люди одинаковые, только смотря кто как из себя делает какое свойство.